здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео краткий обзор книги Джорджо Агамбена средства без цели заметки о политике начнем с перечисления глав из содержания предупреждение первая часть форма жизни по ту сторону прав человека что такое народ что такое лагерь часть 2 заметки о жесте языки и народы глоссы на полях комментариев к обществу спектакля облик часть третье суверенная полиция заметки о политике в этом изгнании итальянский дневник 1 1992 94 годов примечание средства без цели написаны в 1996 году уже были написаны к этому году и изданы в этом году Джорджо Агамбен в средствах без цели развивает те же мысли что и в серии homo sucker человек священный как мы уже с вами говорили в предыдущих видео отзывах на эту серию человек священный это не тот кого нельзя касаться а скорее наоборот тот кто выпал из общества и общество может сделать с этим человеком все что оно пожелает в том числе и убить сборник средства без цели это именно сборник статей которые агамбен собрал под одним названием объединив в общую работу однако он может показаться незначительным по сравнению с тем же homo sucker грядущим сообществом человеком без содержания и оставшимся временем теми трудами за исключением грядущего сообщества которые мы уже разобрали на канале в средстве без целей высказывается надежда на права за пределами прав человека появляется неожиданная мысль насколько значимы права без связки закона и принуждения то есть чего-то напоминающего государства в средствах без цели сосредоточены на мой взгляд одни из самых тревожных мыслей джорджа агамбена о современных сообществах и государствах у древних греков не было одного термина для выражения того что мы понимаем под словом жизнь они использовали два семантически и морфологически различных термина это зоя который существовал простой факт жизни то есть животная жизнь общий для всех живых существ животных людей богов и биос который обозначал форму или способ жизни свойственной отдельному индивиду или группе в современных языках это противопоставление исчезла и осталось наверное только в биологии и зоологии остался только один термин и непрозрачность его возрастает неимоверно любая интерпретация политического смысла термина народ как пишет агамбент исходит из того что в современных европейских языках этот термин всегда обозначает и бедных и обездоленных и отверженных одни и тем же термином называют как конституционного политического субъекта так и класс исключенный из политики как де факто так и де юра если живые существа находятся в открытом состоянии проявляют ли они себя и сияют ли они в своем облике только человек хочет завладеть этой открытостью завладеть своей внешностью и своим бытием вмешивается ли кто-то в это язык и есть это присвоение или это не так внешность становится проблемой для человека она становится местом борьбы за истину я рекомендую вам если вы читали хомо сакер если вы читали человека без содержания оставшееся время или что-то из джорджа гамбена все-таки ознакомиться с средствами без цели на любом доступном вам языке в в том числе и на русском это довольно тонкая книжка там буквально сто сорок или сто пятьдесят страниц как в принципе и в человеке без содержания и в оставшемся времени они чуть потолще и читать ее не торопясь отринув от себя заботы выделив себе на чтение хотя бы полчаса в день ознакомиться с мыслями автора однако если вы хорошо усвоили хомо сакер эту серию прочитали первый хомо сакер суверенная власти голая жизнь прочитали многотомник второй части который состоит из четырех или пяти книг то вряд ли вы найдете в средствах без цели что-то новое но если вы только начинаете знакомиться с трудами джорджа гамбена я бы рекомендовал вам отложить знакомство со средствами без целей хотя бы до того момента как вы прочитаете первую часть хомо сакер это суверенная власти голая жизнь и либо оставшееся время либо человека без содержания только после этого когда вы уже более-менее привыкнете к языку джорджа агамбена он довольно таки сложный потому что порой он не не утруждает себя в объяснении греческих и латинских терминов а редакторы не всегда справляются с объяснением этих терминов вот когда вы привыкнете к этому языку тогда можно взять средства без цели и ознакомиться с ними для информации для расширения кругозора если вам интересно как развивается современное общество несмотря на то что мной прочитано уже достаточно большое количество литературы по антропологии социологии религии отзывы выходили на канале и я бы не сказал что эта книга стала каким-то значимым трудом для меня более значимыми трудами были скорее грегори бейтсон со священным единством питер бергер томас лукман социальное конструирование реальности и питер бергер священная завеса луиджи за я отец даже было интересно ознакомиться скажем так закрыть какой-то пробел в зданиях по теме поиска исторического иисуса от алексея андреева отзывы на все перечисленные мной книги есть на канале и сказать что средства без цели каким-то образом обогатили меня я бы я бы не я бы не моя не могу так сказать скорее это какое-то более или менее логическое логичное продолжение homo sucker 1 и оставшегося времени насколько я помню оставшееся время было написано после средства без цели но могу ошибаться я думаю что на этом мы закончим этот краткий обзор потому что делать на книгу такую книгу в которой много отсылок к другим произведениям например карл шмидту аренд и другим я вот уже думаю над тем чтобы все таки взять и прочитать именно тех авторов на которых постоянно ссылается агамбен чтобы иметь хотя бы больше фундамента у него конечно более широкий фундамент чем у меня хотя бы приблизиться к этому фундаменту который имеет агамбен а он говорит и о бенвинистия о шмидте как я уже говорил о аренд о беньямине иногда он даже жоржа батая упоминает на жоржа батая у нас тоже был было обзорное видео книги святая негативность можете посмотреть на канале этот обзор и джорджо агамбен такой автор который скорее компилятор он берет он видит какую-то мысль и потом развивает ее в каком-то направлении потом он видит что он уперся в тупик он берет другую мысль у другого автора и снова начинает ее развивать и так далее он наслаивает вот эти мысли одну на другую и потом каким-то чудесным образом у него получается стройная картинка удивительно но я думаю что вот на этой ноте мы с вами закончим обзор книги средства без цели джорджо агамбена и видимо надолго мы закончим разговаривать о книгах джорджо агамбена возможно через какое-то время какие-то годы я вернусь и прочитаю еще что-то из его трудов и тогда если будет еще работать этот канал если у меня будет желание записывать отзывы то конечно я их запишу и выложу желаю вам всяческих успехов и до новых встреч а